приветствую друзья добро пожаловать на канал боток один новая партия на пятом далее так я играю черными у нас 20 минут но как-то быстро мы играем так непонятно как отвечать можно прилипать сюда можно прилипать сюда и можно перезажать давайте наверное сперва сделаем обмен такой и дальше он угрожает зажать в кейму то есть если я сыграю до ноги он просто может накрыть поэтому давайте продолжать но здесь обычно хана играют но он почему-то меня решил укрепить и как мне ответить давайте соединюсь пока ничего плохого в этом нет ну то есть он меня утяжелил но при этом и укрепил можно еще раз сыграть ну давайте попробуем так но в таком да в таком варианте он комфортно будет просто здесь играть давайте попробуем поделить ну то есть группу у меня все в порядке какой выбор у меня есть можно просто вытянуться но я думал какой нибудь к сумме сыграть либо сюда хана хана тари давайте ладно и буду вытягиваться потому что если я сыграю хана тари то потенциал атаки на его группу пропадет а так пока еще можно по атаковать то есть он готов мне отдать камень а чем это закончится то есть я от ари он соединится если я тари он от ари я пробью он должен будет подвинуться ну я могу сыграть тогда сюда и вот на его от ари наверное я соединюсь потому что ему все равно нам нужно ответить ну хотя не очень нужно ответить на моторе он может просто пожертвовать вот этим камнем да то есть это я думаю правильный путь то что он делает но я думаю я сначала порежу всю эту историю конечно у него выглядит намного больше степеней чем у меня а да 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 пока не знаю что комментировать сложно такая позиция непростая так то есть получается если я сейчас пробиваю он забирает угол да но мне там остается хан и он хан и я соединюсь поэтому не пробивать час не очень хорошо если выживать будут он просто прорвется поэтому нужно его запечатывать в первую очередь и дальше он наверное будет вкидывать то есть он сюда я сюда он наверное в кинет чтобы сжать нет он не делает вкидывание странно я могу здесь начать к борьбу и к борьба в принципе большая потому что отари тут не маленький но а что и собственно получу тогда просто угол ему подарю ну давайте ладно раз я так поспешил ну соответственно пробивать я здесь не могу мне нужно отари вставить и он наверное вытянет этот камень нет он не стал вытягивать камень а все я теперь вижу перспективу друзья получается как бы есть предмет для атаки я его сперва не разглядел но он есть да поэтому в принципе я могу отыграть свой угол но он также может здесь и выжить спокойно хотя как спокойно ну да это он для того чтобы спуститься и было был потенциал для к борьбы дальше он сюда что ли хочет куда-то прыгнуть ну не знаю пусть прыгает пусть выживает я тогда хотя бы должен закончить в сенте но вот сейчас я могу сюда походить и мы можем поменяться то есть он может отари поставить до моторе но здесь ну то есть он хочет накрыть я сейчас думаю то есть если я сюда пробью то форма у меня будет хорошая но у него будет по ноге если я соединюсь то не давайте я заберу эти камни да вот он пробивает у него как бы по ноге остается но у меня зато есть санта и теперь я могу продолжить выходить своей группой да вот он давит но он меня уже не поймает а не понял зачем я не понимаю по моему сейчас сильно ошибается потому что так потому что сейчас важно кто сыграет 1 в районе c6 то есть если я играю в g6 он блокирует у меня будет санта да и допустим я играю в c6 но он тогда порежет он тогда порежет и это будет болезненно а если я поставлю отариум туда я порежу то соответственно он сыграет сам в этом районе поэтому если он здесь порежет это очень опасно это скорее всего что-то здесь скушается поэтому нужно играть все-таки так и дальше смотреть но сейчас смотреть он должен играть в 5 но он не играет в 5 почему давайте я поставлю отари так теперь я могу пробить это санта дальше я могу сыграть вкидывание или как сюда лучше сперва ну зависит если он пожадничает сыграет b2 я конечно сыграю сюда ауди блин так это разрезание все равно оставалось да потому что он соединился да друзья но здесь у меня уже ничего не светит то есть он мушку забирает то есть пустой треугольник он туда я выхожу он просто отари и лесенка а если у меня потенциал вот эти кармы скушать но здесь проблема в том то что мне же этой группы еще выживать ладно давайте сыграем так но вроде бы моя группа умирает тогда придется мне только этот хвостик пробовать убить вот так вот и вот и вот и Ну, я пока сильно проигрываю, конечно, поэтому мне нужно что-то придумывать. Ну, кстати, вот этот маневр из-за этого камня не будет работать, да, теперь? Давайте проверим. По-моему, нет. То есть, получается, я жертвую большой угол, но тогда у меня будет какое-то мою на нижней стороне, потому что я все заблокирую. Ну, нет, видите, он не хочет так меняться. Он мне сам готов отдать этот угол. Да, угол надо забирать. Ну, и сейчас будет Хана даже изнутри можно играть. Вот это я не уверен, что... Подождите, да, это не работает, это он просто отыгрывает сэм доходы. Да, это прилипание тоже работает за него. Ну, давайте тогда сюда. Ну, тогда придется все пробовать убивать. И лесенка за него. Как-то плохо получается пока. Как-то очень плохо получается пока. Нечего атаковать, очков у меня нет. И у него все хорошо. Может, к борьбу какую-то я могу начать или как? Ну, давайте попробуем так. Пусть вторгается. Там, по-моему, как-то можно было убить. Если он ошибется. Ага, к борьба. Ну, вот к борьбе мне, в принципе, и нужна. Да, по-моему, с атакой борьбой у меня все в порядке будет. Ну, то есть, в плане того, что я угол убиваю. Но я думаю, это все равно мало. Плюс у него здесь есть ходы. Отарик, кидывание. Да, вот он вкинул. Ну, посмотрим. Он пробьет и начнет вторую к борьбу, наверное, да? Потому что у него здесь остались к угрозам. Нет. Он не начинает вторую к борьбу пока. Но вот этот камень, эти два камня уже не так важны. Но, с другой стороны, у меня не будет возможности тогда проатаковать его. Хотя я, в принципе, и сейчас не верю, что я смогу эту стенку атаковать. Этот камень, это уже глаз для белого. И здесь тоже есть глаз. Поэтому, да, давайте я здесь пробью. Здесь неприятно, правда, то, что он... Ну, нет, все в порядке. Он никуда не убежит. Так, я сюда. Он туда. Я отаре, он отаре. То есть, он хочет камень скушать один. Камень скушать, форму испортить. А если я просто сюда сыграю? Я же могу так... А, так он все равно, да? То же самое получится. Ну, давайте, ладно. То есть, я соединяться не могу. Я могу только отаре поставить. Он пробивает и... Ай... Ну, давайте пробовать. Может быть, получится не дать ему соединиться. Не дать. Нет. Он все равно соединяется. Ну, я получил какие-то камни. Нет, здесь мне не надо добавлять ход. Ну, можно пробовать теперь строить территорию от своей стенки. Ага, даже так. Да, и здесь у меня ничего особо не получится. Мало очков. О! Да ладно! Друзья, он ошибся, что ли? Он отдал мне эти камни? А, ну он так живет одним ходом, правильно? Ну, отдал он очень важные камни. Я же могу порезать теперь. Ну, хотя это разрезание мне особо ничего не даст. Ну, посмотрим. Ну, по-моему, он просто поспешил. Ну, теперь посмотрим, что можно сделать. По-моему, у меня все в порядке. Правда, я не считал ущерб, который здесь он мне нанес. Плюс вот эта группа непонятно, еще выжить или нет. Но... Сейчас проверим, что будет с центральной группой здесь. Ну, я здесь просто могу отарько ставить. Он просто сюда целится, чтобы была какая-то борьба. Да нет, лесенка на меня же идет. Ну, он, то есть, убежал, да? Сейчас посмотрим. Такой ход. Ну, то есть, я теперь вот эту группу спас. Я же могу отарько ставить. Это немало. Ну, он, конечно, хотел все красиво скушать. А, ну, вот он сдался, да, друзья. Но здесь мне, конечно, очень сильно повезло, потому что у меня все рассыпалось. В самом начале здесь я ошибся вот с этим соединением. То, что мне на него нужно будет реагировать. Дальше мне умерла группа. Вот. А потом... Ну, я думаю, просто потом ему нужно было как-то по-нормальному выигрывать. А он решил все подряд. Везде убежать и все убить. И здесь он сильно ошибся. То, что позволил мне спасти вот эти камни. И... И в итоге вся его замануха не работала. То есть, он думал, что это будет красивая лесенка. То есть... Ну, типа, я пробил. Типа он соединяется. И это не Дамодзумари. Это Атари. Вот было бы. Я бы соединился. И он бы поставил так Атари. То есть, он бы съел это все. И, соответственно, еще бы спас свой угол. И тогда такой обмен, в принципе, можно считать равноценным. То есть, Белый ничего бы не потерял. Плюс он разрушил там всю территорию. И сверху у него все в порядке. Эта группа живет и эта группа живет. Но здесь Дамодзумари. Значит... Ну, конечно, Партию я проиграл прям в Фусеке, наверное. Давайте я сейчас найду, как делать курсор. Желтый кружочек меня попросили. И будем разбирать в программе. Друзья, давайте смотреть партию. Значит, я играл... Сейчас вспомню. Черными, да. Вот. И в самом начале... Ну, во-первых, я не люблю вот этот Джосики. То есть... Вот этот вариант... Типа того. Ну, как-то он мне очень не нравится. Поэтому я стараюсь на этот ход не отвечать. И потом что-нибудь придумывать. Но вот в этой партии что-то я не смог придумать. Что-то нормальное. И, кстати, вот такой прыжок я тоже делал, может быть, пару раз всего. Потому что, как я заметил, там в партиях профессионалов, даже если белый сыграет Тануки, иногда черный играет такой косуми сразу. И здесь нужно как бы изучать. То есть это для меня не изучено. Я понимаю, что здесь связано с вкидыванием камня, с лесенкой. Значит, черных. То есть, если лесенка работает за белых, то черный не может так прыгать. Вот. Но... Просто пока обозначаю. Оппонент нормально сыграл. Я тоже, как оказалось... Ну да, я вот думал над этим ходом, над этим и над прилипанием сюда. Но обычно прилипание сюда играется после обмена какого-то там. Поэтому я все-таки сыграл так. Дальше подвинулся. Он ответил. И... Ну вот над этим ходом я вообще не думал над B12. Я прилип, и я ожидал от него Хана. То есть Хана... Как бы нормальный ход. Он играет Хана, я играю сюда. И он может продолжить и отпрыгнуть как-то... Ну, в общем, что-то типа того. Ну и дальше, я думаю... Наверное, если локально играть, я бы играл, скорее всего, в Магаре. Вот. Но я бы, наверное, просто сыграл даже так. Что-то типа того. Значит, ну оппонент сразу как-то сыграл Кикаси. То есть он меня здесь укрепил. Утяжелил и укрепил. И дальше все равно вот этот ход, почему-то я в упор даже о нем не думал. B12. Я сыграл сверху. Он отпрыгнул. И мне не понравилось то, что он как бы получает по четвертой линии. Ну, то есть если я сейчас затонучу, ничего не буду делать. И он добавит буквально один ход. И это уже будут как бы его очки на левой стороне. Поэтому я здесь решил сразу вторгаться. Он стукнул. Я не думаю, что стукнуть это правильный прям ход. Потому что я вытянулся. Потом прыжок. Но здесь мы как-то быстро играли. То есть я сразу вот люблю вот такие точки использовать. Особенно, когда я записываю видео. Здесь программа говорит, что нужно Atari, но было бы вот так. Ну, наверное, так лучше. Да, то есть черный уже крепкий. По ноге есть. Может быть так лучше действительно. Ну, я решил соединиться. И все. И белый теперь лидирует. То есть резко из-за того, что я здесь не поставил Atari, у меня уже 32%. Вот. Дальше он накрывает. Я решил это дело порезать. Ну, потому что он играет агрессивно. И как бы тогда я тоже должен как-то играть агрессивно. Дальше, если я буду играть что-то типа такого, то у меня все умрет. Потому что объективно у его группы больше степеней. Во-первых. Во-вторых. Даже вот на такой Atari. То есть даже если бы у него было меньше степеней. То на мой вот такой локальный Atari, он мог бы всегда нанести такой Atari. И если бы я добрал, то он бы тоже съел. И получается то, что я в лучшем случае могу просто отпилить. Отпилить. И то здесь останется вот такое адзико борьбы. Ну, это просто какой-то вариант. Я показываю чисто теоретически. В общем, я порезал. Он соединился. Да, это правильный путь. И дальше мой ход тоже единственное правильное программа говорит. То, что нужно как-то делить белых. Значит, дальше он прилип. Это стандартный вариант. Я, честно говоря, здесь вообще не думал, как отвечать. Просто на автомате как бы вышел. И, возможно, это была ошибка. То есть, что если так, что он будет делать? Не знаю. Утарит. Отарит. И как мне отвечать? Если я отарит, то сюда. И получается, он меня полностью окружил. Ну, да. И все. А это зачем? Типа сжатие красивое. Ну, не особо работает это сжатие. По-моему, черный просто умирает. Вот. Значит, что в итоге-то случилось? В итоге я в партии вытянулся в G2. Он прилип. Я Хана. И он играет Хана. И, честно говоря, я не знал, как здесь играть. Я думал, конечно, над этим Атари. Но я подумал, какая разница, я сейчас поставлю Атари или я вообще сыграю двойной Ахан. И я решил поставить двойной Ахан. Мне показалось это как-то эффектно, что ли. И он сыграл такой Атари, который программа считает ошибкой на 20% по сравнению вот с этим Атари. То есть программа говорит то, что белому нужно просто выходить и не выпендриваться. И у черного, от того, что белый просто выйдет, не будет выпендриваться, у черного уже все очень плохо. Вот. Но мой оппонент, он решил по-другому поступить. То есть он сюда и здесь Атари не поставил. Он угрожает теперь угол съесть. И я здесь проверяю, вставляю как бы двойной Атари. И типа там, если он там поставит Атари, я пробью, поставит... Ну, второй Атари, вот это не важно. Ну, типа, если он отрежет, то как бы окей. Ты забрал у меня угол, но зато я спас свою группу в центре и могу продолжить атаку. Но он здесь соединился. То есть он этим ходом говорит то, что он и угол хочет скушать, и группу мою убить. Вот. И здесь из-за того, что, ну, была какая-то вероятность Самиая, я решил не пробивать, а соединяться, чтобы забить у него степени. Да, то есть если я пробью у него степень, дополнительно остается, а я не знал, что у нас там будет за Самиай. Поэтому, во всякий случай, я забрал у него степень. Ну, дальше он сюда, я сюда, и я думал, он вкинет. Но он решил просто сыграть здесь, и программа говорит то, что мне нужно было соединиться. Он бы играл сюда, я куда-то сюда, потом обезьянка. Давайте посмотрим, что будет в таком. Ну, в такой ситуации показывает программа то, что... То, что у черных очень мало процентов. То есть, оттаре, оттаре, пробиваем, вкидывание, оттаре сюда. То есть, сжатие, спуск. Ну, то есть, он, видимо, здесь просто убивает угол без каких-то проблем. И, соответственно, автоматически умирает моя группа. Да? Это я не понял зачем. Ну, да. Получается, черный полностью умирает. Вот. Поэтому я здесь сыграл так, чтобы была надежда на кубарьбу, и мы начали кубарьбу. И дальше, вот здесь, я думаю, я совершил... Хотя нет. Я думаю, ему один раз нужно было ответить. Как показывает программа. То есть, если он вот так ответит, и я пробью, то он еще может соединиться. А угол еще не живой. Во-первых, угол еще не живой. А во-вторых, моя группа еще не живая. То есть, в таком случае, скорее всего, это гейм-овер. То есть, если я и угол теряю в эту группу, то тут уже как бы бессмысленно продолжать игру. Слишком большие потери получаются. Вот. Но он пробил, позволил мне выжить моей группой в центре. И мы видим то, что у нас поровну. Да? Во-первых, он позволил мне выжить. А во-вторых, он попал автоматически под атаку. То есть, он играет сюда. И у меня уже 60, там, процентов. Да? 65. Вот. Дальше от Атари я соединяю. Спуск, как бы. Ну, честно говоря, наверное, здесь не нужно было бояться мне кубарьбы. То есть, допустим, я бы сыграл сюда. Он бы начал кубарьбу. И от Атари. А, он бы просто соединился. Да, друзья. И у меня тогда нет двух глаз. Поэтому, наверное, это неправильно. Да. То есть, окей. Я пробил. Пока все правильно я делаю. Дальше он сюда. И этот ход, как бы, строит глаз. Но, блин, глаз он строит в год. Поэтому, я думаю, мне нужно было не жадничать, а просто дать ему сыграть. Так. И дальше. Он же еще не живой. То есть, я могу все равно его поатаковать как-нибудь. Да. Ой-ой-ой, какой ход. Какой крутой ход. Вот этот спуск. Я его не видел. Черный не может соединиться. Из-за Домодзумари. То есть, мне пришлось бы пробить. Хотя, зачем пробивать? Смысла нет. Не знаю, что мне делать. Да, наверное, соединяться здесь. И, то есть, один глаз у меня есть в районе А9. Ему там Атари никакой не надо ставить пока. Ему главное вот эти камни не потерять. Но, в то же самое время, ему нужно не дать мне сделать второй глаз. То есть, если он сюда, я сюда. Он побежал. Я Хана. Вот он, например, вышел. Но, хотя, сложно сказать, что он так вышел. То есть, получается, если бы я просто накрывал в G13, то у Белого были бы очень большие проблемы. Но я здесь выпендрился и потерял много очков. То есть, 50% сразу я потерял за счет вот этого хода. Просто потому, что у меня такой ход был вчера. В партии, когда, помните, там было три камня. Когда оппонент сыграл кейму в углу, я сперва сыграл такой ход. Значит, а здесь мой оппонент поступил правильно. То есть, он сыграл Атари. Вот, я Атари, он пробил, я пробил, он пробил. Вот это была сильная ошибка, я считаю. Зачем ему еще раз пробивать? То есть, он пробил. И дальше, как бы, получается, у меня все живет. Угол, да, я отдал. Но я могу выходить. Вот. И вот здесь было тоже странно, насколько он ультимативно, да, порезал. Я здесь очень сильно ошибся. То есть, как бы, я говорил о том, что если я сейчас сыграю сюда, он сыграет сюда. И, например, я буду его пробовать убить таким ходом, у него всегда остается такой ход. И я подумал то, что, когда я вставлю Атари, он нажмет, я сюда, и он сыграет какой-нибудь ход. Я совершенно забыл про ход за белых, ну, про этот ход. То есть, я о нем не думал, потому что локально я могу всегда пробить, и это, как минимум, будет как борьба. Но дальше он меня, как бы, спровоцировал, получается, на то, чтобы я поставил Атари. И дальше, то есть, я здесь как-то очень сильно поспешил, и все, видите, уже минус. То есть, группа умерла на ровном месте, тупо потому, что вот это соединение, это Сента. И у меня нет сейчас времени, как бы, с этим разбираться. То есть, если я забью ему степень, то он просто играет сюда, и дальше у него Мияи. Либо он соединится по первой линии в углу, либо он просто сделает второй глаз сюда. Ну, то есть, показывает, да, если я играю Хана, то он делает второй глаз. Либо, если я играю сюда, он просто соединяется вот таким ходом. Тут Атари, ничего страшного. Атари, Атари. Атари-то Атари, но у черных всего две степени, поэтому это не проблема. Получается, то, что вот здесь я поспешил и совершил такую самую важную ошибку, как бы, партии. То, что я пропустил соединение. Вот это соединение, я забыл об его эффекте на внешние камеры. Вот, и когда это произошло, я там уже сверху доиграл, типа, я тебя продолжаю атаковать, дружок. И он тут режет. И все, это, конечно, гейм-овер, потому что моя группа автоматически умирает. Потому что он теперь уже соединен, моя группа мертвая, и здесь по-хорошему нужно сдаваться. Но я, как бы, подумал то, что, ну, окей, давай я тебе пока отдам и просто заберу вот эти камни. Ну, все равно, у белого лучше. Ну, окей. Короче, я продолжил. Я здесь решил не сдаваться. Не знаю такой причины. Вот, сыграл Касуми. И все, и как бы мы локально разобрались. То есть, черный локально мертв. Вот, и получается то, что у черного, как бы, ну, в принципе, надежды в партии есть. Потому что у меня же здесь стена, получается. То есть, я эти камни, как бы, скушал, да. И получается, как бы, здесь у меня еще есть камень. То есть, в принципе, ну, можно попробовать отыграться, построив мою, пригласив оппонента в торгацию и убив его группу. Поэтому не супер безнадежно, несмотря на то, что показывает 99% за белых. Ну, не супер безнадежно на моем уровне. Когда очень легко что-то зевнуть. Значит, оппонент играет сюда. И здесь, да, здесь, наверное, мне нужно было действительно сразу играть такой ход. Ну, и забирать очки как-то вот так по пятой линии на стороне. Потому что здесь уже невозможно как-то вторгаться и выживать. Но, честно говоря, когда я играл такой ход, то как бы это сформулировать, у меня инстинктивно чисто. Раз я там сильно сливаю, то мне нужно как-то усложнить и попробовать сделать какой-то там, какой-то, я не знаю, тупейший вот этот хамите какой-нибудь. В надежде то, что он ошибется и пожадничает здесь. И получается то, что я сильно особо не считал, но я даже не помню, друзья, как эта лесенка вообще идет. Нет, подождите. Атарь же не надо ставить, да? Да. Атарь же надо ставить. Вот, если так, подождите, а если так, здесь была же какая-то лесенка. Я просто не помню, тысячелетний играл этот вариант, не помню, какая лесенка. Здесь понятно, если он с этой стороны блокирует, то двушку я убиваю. Хотя он получает красивое продолжение, там много форсированных ходов, практически как в партии. Но, если он... Подождите, так может быть это и есть та лесенка? То есть, я гоню. То есть, он типа отходит, и вот эта, наверное, лесенка имеется в виду. Вот эта лесенка. Но, правда, сейчас лесенки никакой нет, из-за того, что Атарь вставили. Давайте покажу, кто не знает. То есть, теперь это гетто. Вот. То есть, белый не может убежать никуда, из-за того, что Атарь поставили. Но, если бы Атарь не было, если бы белый сразу сыграл сюда и сюда, то теперь это уже не гетто, потому что есть такое Атарь, и есть такое соединение. И все, белый прорвался. То есть, теперь только лесенка, гетто нет. Вот. И теперь нужно смотреть, за кого она бежит. Ну вот, я вроде бы прицелился, то, что она бежит на мои камни. Да, я правильно. Даже несмотря на то, что я лесенку не помню технически, как она выглядит, я примерно, как бы, просчитал правильно, то, что она бежит на мои камни, поэтому я пошел на этот вариант. Но это, конечно, детский сад. Никто на пятом дане, там, Фокса так не играет. И даже на третьем дане не играет. И даже на первом, я не помню, чтобы кто-то такие хаты делал. Просто это, как бы, было эмоциональное отчаяние. Вот. И мой оппонент сразу еще прыгнул здесь. Я только, честно говоря, ну, то есть, вот, я такой немного был в опьяненном состоянии, когда увидел то, что группа умерла. И здесь решил пойти на этот ход. И потом, когда он сюда прыгнул, я только понял то, что, блин, он же просто моё-моё, как бы, нейтрализует, и нафиг мне нужен был этот вариант. Я мог бы просто сразу, вместо этого отпрыгивания, блокировать сюда. и закрыть больше территорию. Ну, получилось как бы так. Вот. И в итоге, вот, я делаю тот же самый ход, но спустя уже прыжок влево. То есть, из-за того, что я вот затупил, я уже сместил фронт. И получается то, что вот весь этот маневр... И дальше я решил здесь еще что-то придумать. Вряд ли это работает. То есть, это не должно работать вот с этим камнем уже никак. То есть, дальше у меня, как бы, аста понесло. Чистые эмоции. Да, прилипание классный ход. Ну, и считайте то, что здесь он в том, все в мою, и все у него хорошо. Вот на этот ход, правда, на мой сигнал, я думаю, ему нужно было сперва сыграть так. Это, как бы, Сэнто. Вот. Я бы на его месте так, наверное, сыграл. Ну, и дальше, если он хочет соединяться, то на здоровье. Но меня удивило то, что он, как бы, не сыграл Хана и позволил мне сыграть Хана. И здесь, как бы, с точки зрения очков, большая разница, кто первый сыграл. Вот. Дальше я навкидывал, и у нас привело это к борьбе. Да, это привело к борьбе. По-моему, так и должно быть. Но у меня есть к угрозе. Тут особо комментировать нечего. Да, и вот на его Atari я решил, как бы, ну, а что я теряю от его Atari? Он всегда его мог нанести. Это не такая уж и большая угроза. Вот. То есть... Да. Это не такая уж и большая угроза, как, например, вот такой Atari. Вот такой Atari, да. Не спорю. Либо даже можно сперва такой Atari вставить. И, типа, если я пробью, потом еще такой будет Atari. Это да, это бы я отвечал, потому что, ну, это слишком много. Но эта двушка вообще ничего не решает. Она не решает статус жизни и смерти моего угла. Поэтому я проигнорировал и пробил. То есть, получается, как бы, я убил его. Извините, я убил его вторжение. Но, с другой стороны, потенциала у моего угла нет, потому что здесь достаточно крепкая стенка и здесь крепкая стенка. То есть, это по-прежнему безнадежная позиция за черных. Вот. Но дальше мой оппонент просто начал выпендриваться. То есть, вместо того, чтобы как-то аккуратно доиграть партию, то есть, буквально, наверное, если бы там ходов 5 мы бы еще сыграли, в которых он бы играл просто медленно и крепко, то я бы сдался. Потому что, ну, не за что хвататься. Очевидно то, что я слишком много потерял. Он тут слишком много отжал. и так далее. Но он начал везде все тянуть. Во-первых. То есть, я тут получил какую-то крепость. Не то, чтобы она работала, но когда у тебя есть крепость, то как бы это сформулировать. Ну, ты ее на автомате хочешь как-то использовать. Да? То есть, пока, конечно, белый здесь вот это все пробил, и то, что черный получил, это фигня. Но, понимаете, как бы мой оппонент решил меня просто разгромить в пух и прах. То есть, он, во-первых, вот это все может скушать, уже практически скушал, но он мне не дает даже отпилить один камень. То есть, он прям вот хочет все забрать. Понимаете, да? То есть, он и там все спасает. И здесь, да, здесь был просто ляп с его стороны. То, что, как это называется, ну, то есть, если он здесь пробивает, то все, это гейм овер, я бы сдался сразу. Но он, блин, извините меня, он тут дал мне пробить это сента, и это укрепляет черных в центре. Вот, плюс здесь активно становится разрезание. То есть, это не супер важно, но важно. Вот, и дальше я режу, он выпрыгивает. Это тоже было для меня странным. Зачем его впрыгивает? Нужно просто от Арии спускаться и спускаться. И не надо бояться вот этого всего. По-моему. Или надо? Давайте, ну, за белых все равно 85% показывает. А, я думал, таким ходом поймает. Не поймает, здесь же от Арии. Да, поэтому за черных есть такое выпрыгивание еще нарастить степени. Плюс угроза порезать, убить угол. Я туда и хотел, в принципе, попозже сыграть. Но мой оппонент сам прилип, когда до этого дошло дело. Ну, в общем, здесь меня удивило то, что он выпрыгивает. Вот он выпрыгнул, как бы позволил мне вытянуться, потом сыграл сюда, и потом вот во всех этих маневрах. То есть, давайте еще раз посмотрим, друзья. Мой оппонент убил вот эту группу, считаем. Ну, я не вижу, как ее спасти. Тем более, если его ход, он просто вытянет и все. И даже если я пробью, то, по-моему, все равно она мертвая будет. Вот. Во-вторых, он отрезал это. В-третьих, он хочет убить вот эту группу полностью. То есть, он хочет все сразу. И плюс он вот этот камень еще защищал. То есть, ну, чисто как бы хочу все поиметь, называется. Ну, дальше я обязан скрываться, потому что, если я не закроюсь, то он просто вкинет и все. и как бы я ничего не получаю, я не могу захватить камни. Поэтому я должен здесь по форме защититься. Вот. И дальше вот здесь прилип. И вот это меня немного удивило, потому что сейчас вот эти камни в центре, они намного важнее, чем угол, потому что угол за один ход я не убью. Как бы, а тем более, ну, как бы это сформулировать, у меня всего один глаз, и то даже он может к борьбе против этого глаза начать. Да, то есть, и плюс, откуда, если я буду с этой стороны забивать степень, то я сам у себя буду забирать степень. Поэтому вот это прилипание на самом деле не важно. То есть, если бы он сыграл какой-нибудь ход, например, такой, то я бы даже прыгнул туда, то он просто забивает мне степень. У меня мертвая группа по-прежнему. Это не проблема. Вот. Поэтому здесь он совершил такую ошибку, типа, вот я тебя ловлю. Но я здесь порезал, и дальше все, дальше вот это отарь изнутри это большая ошибка. То есть, он, видимо, хотел красиво все это сделать, но почему это ошибка? Потому что теперь в любой момент, то есть, вот даже на этом этапе мне не нужно как это называется, на этом этапе мне не нужно тянуть двушку. Да, я просто ставлю отарь, и все, и вот эти камни мертвые. Соответственно, я спас свой гроб. И мы видим, что если бы я так походил, то уже у белых было бы 12%. То есть, вот этот весь маневр, он как бы лишний. Поэтому давайте мотать назад. У белых все было шикарно, если бы он просто сыграл сюда. Но он в конце решил очень там изящно. Нет, черный, то есть, извините, черным я играл, это я порезал, это все правильно. Давайте отмотаем, где у белых все было хорошо. вот сейчас ход белых. Вот если бы белый сыграл сюда, все было бы идеально. Но белый решил сыграть здесь. Это удивительно, конечно, потому что здесь слишком много слабостей. И все, то есть, он проиграл партию одним ходом, то, что он сыграл Ваш-18. Непонятно, зачем. Совершенно непонятно, зачем он сыграл Ваш-18. Вот. Ну и дальше вот этот его красивый маневр, который как бы здесь еще, понимаете, здесь еще был момент, когда я вытянулся, и я думал, блин, зачем я весь этот цирк как бы устроил, он убежал уже из своей группы. Я же всегда видел этот Атария. Я подумал, сейчас он Бамбу сыграет и что? И как я буду теперь, что я буду делать? То есть, если он сыграет Бамбу, то мне нужно будет играть сюда и потом как-нибудь программа говорит, нужно наращивать степени, там, блин, друзья, я, кстати, не видел такого хода. Офигеть! То есть, там была Кобарьба в углу. Здесь была Кобарьба, я не знал. Это удивительно. Я бы ее давно уже начал. Это огромная Кобарьба. Ну, в общем, вот такая ситуация, видите, все сильно обострилось. Вот. И в итоге у него ничего не работает. Вот этот ход, который он сыграл, совершенно не нужен. Ну, и дальше, дальше повторяюсь, как бы он, наверное, думал поставить Атария. Если бы не было здесь до Мадзумари, то я не могу соединиться, потому что была бы вот такая обратная лесенка, да, там, грубо говоря, он бы это съел, я бы это съел, он бы спустился, и теперь у него 99%. То есть, если он все это убивает, то есть, свой угол освободил, то есть, он шел на такой очень эффектный вариант, я подозреваю. но из-за того, что здесь до Мадзумари, этого не получилось. Ну, и, конечно, очень сильно летает туда-сюда график, но я считаю, то, что я эту партию проиграл еще в самом начале, когда отдал эту группу. То есть, я здесь допустил какую-то роковую ошибку, а мой оппонент, то, что он дальше поплыл, это, наверное, просто либо пофигизм, то, что это все-таки онлайн-партия, либо просто, ну, как бы это сказать, когда ты очень прилично ведешь, и тебе хочется, бывает такое, то, что ты уже, блин, очевидно ведешь, и твой оппонент тупить не сдается, и ты хочешь еще что-то убить, чтобы он просто был разгромлен и точно сдался. В общем, такое бывает. Ну, окей, снова партия в 4 утра, но надеюсь, здесь было что-то полезное. Я недоволен этой партией, конечно, очень большие ошибки, но все равно полезно то, что я в разборе увидел какие-то ходы, например, кубарьбу здесь, я вообще о ней не подозревал. Давайте еще раз промотаем вперед на эту кубарьбу, которую показывает программа. На каком этапе? То есть, если сюда и сюда и порезать и оттаре, то все, потому что будет просто оттаре. А вот какая тогда кубарьба начнется в свою очередь. Друзья, это, конечно, удивительное место, вот это вот, то, что здесь могло произойти, но до этого не дошло. Ну, все, тогда я буду выключать. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. КОНЕЦe! Продолжение следует...